Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. Кроме боевых модификаций СДКФЦ-221 и СДКФЦ-222, на вооружении немецкой армии были приняты бронеавтомобили СДКФЦ-223, оснащенной радиостанцией среднего радиуса действия, позволявшей разведывательному дивизиону поддерживать связь в полевых условиях. Первое время радиооборудование СДКФЦ-223 состояло из радиостанций ФУК-10СЕ30 с радиусом действия 40 км на ключе и 10 км на микрофоне, или ФУК-19, а на машинах более поздних выпусках устанавливали радиостанции ФУК-12 и ФУК-СПРФ. Машины первых трех серий оснащались поручневой антенной, которая размещалась вокруг корпуса, а броневики позднего выпуска – штыревой телескопической антенной, которая крепилась к корпусу машины за башней. В качестве дополнительных средств связи бронеавтомобиль укомплектовался 27-мм ракетницей ЛП или Вальтер с запасом ракет и комплектом сигнальных флажков. В отличие от СДКФЦ-222, этот тип бронеавтомобиля был вооружен только пулеметом МГ-34 калибра 7,92 мм, установленным в такой же башенке, что и СДКФЦ-221. Конструктивно бронемашина СДКФЦ-223 состояла из силового отделения, расположенного в задней части машины, и поста управления, который одновременно выполнял функцию боевого отделения. Боевое и силовое отделения были разделены противопожарной перегородкой. Бронеавтомобиль весил около 4400 кг и обслуживался экипажем из трех человек – водитель, командир машины и радист. Корпус машины состоял из каркаса, собранного из тавровых и уголковых стальных профилей, к которому приваривались стальные гетерогенные бронеплиты толщиной от 5 до 14,5 мм. Днище имело толщину в 5 мм, борта, задняя часть корпуса и башни – 8 мм, Лобовая часть корпуса и башни – 14,5 мм. Бронекорпус состоял из двух частей – передней и задней, сваренных между собой. К раме шасси корпус крепился с помощью болтовых соединений. У бронемашин СДКФЦ-221 выпуска 1936-1938 годов толщина лобовой брони была всего 10 мм. Водитель занимал место в передней части корпуса. Обзор ему обеспечивало одно прямоугольное окно в лобовом листе надстройки корпуса. Такие же окна меньшего размера располагались на бортах брониавтомобиля. В боевых условиях они закрывались бронещитками со смотровыми щелями с бронестеклом. Силовое отделение занимало заднюю часть корпуса. Доступ к двигателю обеспечивали три прямоугольных люка, подвешенных на петлях. Два люка находились на бортах машины, а третий на бронированном капоте. Броневики первых выпусков имели небронированный воздухозаборник системы охлаждения двигателя. Экипаж попадал внутрь машины через двери в бортах корпуса. Кроме того, в боевое отделение можно было проникнуть и через открытую сверху башню. К правому борту корпуса крепилось запасное колесо, закрытое чехлом. В мае 1941 года разработчики бронемашины усилили лобовую броню, доведя ее толщину до 30 мм. Дополнительное оборудование бронеавтомобиля состояло из шанцевого инструмента, закрепленного на бортах корпуса, и стандартного комплекта запасных частей, хранившихся в инструментальных ящиках на бортах машины. Внутри боевого отделения находился огнетушитель и аптечка первой помощи. Бронемашины, которые эксплуатировались в Северной Африке в частях африканского корпуса Эрвина Ромеля, укомплектовывались дополнительными канистрами с топливом и питьевой водой. В комплект штатного снаряжения входил также маскировочный брезентовый тент, который можно было растянуть над боевым отделением для защиты от непогоды. Всего в период с 1936 года по 1944 германской промышленностью было выпущено 640 бронемашин СДКФЦ-223. Продолжение следует... Продолжение следует...